всем привет я вам сегодня поведаю истории вот этой красоты я сейчас просто вот бежала за видеокамерой чтобы вам это показать это невозможно как говорят знаете вот едить колотить ну ё-моё ты хоть что-то на себе сделай хоть нормальная это я знаете с ней немножко негодую почему сейчас расскажу это орхидея стюартиана пикачип посмотрите какая монстрица у меня выросла это монстрица детка которая располагается на пеньке материнской орхидеи это орхидеи мне отдали в магазине потому что сказали что выбросят ее в помойное ведро либо я ее заберу я забрала конечно ну как же так как я могу не забрать такую красоту стюартиану пикачип она очень большая так давайте на уровне ладони как всегда вот смотрите размерчик до размерчик какой и что я вам хочу показать смотрите сейчас это орхидея напитая питается как прекрасными корнями от пенька оставшегося от материнской орхидеи так она и уже достаточно хорошо питается своими корнями у нее очень много корней пошло в посадку она их туда отрастила я вам сейчас показываю посмотрите вот этому цветоносу давайте я буду вот так вот проводить 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 вот этому цветоносу здесь он закончил свой рост и потом заново начал отращивать боковой какой-то росток с боковой почки и вот он вот он где заканчивается этот цветонос но наверное сантиметров 80 знаете сколько этому цветоносу времени сколько это орхидея его растет этот цветонос на этой орхидеи растет уже один год и один месяц цветонос появился в середине марта 22 года и за это время она его и прекращала растить и потом она заново его будила и вот это вот вот эта почка вот отсюда вот до этого уровня она отросла где-то месяца за четыре всего вот представляете насколько туго растут цветоносы на этой орхидеи орхидея стюартиана пикачип когда пробудилась вот эта боковая почка этого цветоноса на ней появился новый цветонос появился он как раз перед началом высокого цветения где-то в ноябре месяце 22 года я увидела появление этого цветоноса и одновременно это орхидея стала растить два цветоноса то есть боковую почку верхнего вот этого годичного цветоноса и она им не цвела вот посмотрите здесь видно да что действительно был прекращен рост цветоноса и потом вот боковая вышла вот этому цветоносу с ноября месяца считайте сколько месяцев уже скоро будет полгода этот цветонос но хоть что-то из себя представляет вот такую дугу он вырастет дугу 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 и у нас вот такая дуги ну слава богу стал хоть на бутоны делиться посмотрите вот кстати как только стали вызревать у него бутоны он когда очень быстро стал растить кончик обычно стюр тяна пикачип дает очень красивые объемные цветоносы плотно покрытые цветами но посмотрим что будет дальше я уже прям вот с придыханием жду что эти два цветоноса хоть у меня зацветут но я вам говорю что вот этому цветоносу скоро полгода он как-то намного охотливее растет нежели вот этот здесь еще даже и близко бутонизации нет вот видите вообще нет пока бутончиков длиннючий кошмар я сегодня такая хожу довольная наблюдая за этими бутончиками и думаю так как хорошо слава богу наконец-то скоро она зацветет и вот буквально сюда перевожу взгляд и посмотрите что я обнаружила вы видите что творит она растит третий цветонос вот сейчас вот представьте да есть сейчас нужно перераспределить силы на три цветоноса вот эти такие молодые цветоносики конечно забирает много сил много энергии у растения я теперь сомневаюсь как она сможет вообще вытянуть на себе три цветоноса я уже ей говорю ну ты хоть бы взяла да процвела у меня умная маша ну что это такое вообще вообще ругаюсь с ней постоянно а ей все по барабану по барабашкина вот такая вот расколбашкина посмотрите какая красивая орхидея какая она объемная какая она мощная вот вы когда-нибудь сказали бы что это детка я целенаправленно не снимаю ее спинка материнской орхидеи смысла в этом нет никакого зачем смотрите пенечек я очень хорошо пролечила пенечку сейчас находится уже без листиков материнской орхидеи кстати когда появилась эта детка на материнская орхидеи оставалось еще три листика это очень хорошо если удастся сохранить на материнской орхидеи хотя бы несколько листочков это большая гарантия того что на пеньке появится детка. И так проще сохранить корневую систему пенька. Появилась детка. Потом я сняла там листочки материнской орхидеи, потому что они один за другим стали отсыхать. Ну, я их потихонечку сняла, обработала пенек фунгицидом. И все. И там процесс полностью был заблокирован, пролечен и локализован. Точка роста у этой орхидеи была потеряна. Я не знаю, может, когда ее везли, может, она переморозилась. Ну, я пришла уже к факту, что орхидея стояла с отломленной точкой роста. Не было там у нее ничего. Эту историю я вам показывала. Мы вместе с вами на канале делали зачистку того пенька, который был на этой орхидейке. И вот сейчас огромная монстрица, которая вот я не знаю, ну, вообще огроменная. Она такая красивая. Но она бесконечно красива. Стюартиана Пикачип, конечно, она может даже без цветов стоять просто так в коллекции и украшать коллекцию своими необыкновенно пестрыми листочками. Но у нас тут, конечно, ой, я вообще не знаю. Вот смотрите. Вот один, второй. Это все ее. Вот они. Две удочки длинные. Еще и третий она мне дала. Вот так. Вот так можно посвятить одной орхидее, рассказывая про нее. Ну, тем более, есть о чем рассказать. Удивительная история. В том числе и спасение растения. Почему нет? Ссылочку обязательно, как мы вместе с вами работали с инфекцией ствола. зачищали все. Я оставлю в описании. И давайте в первом закрепленном комментарии. Куда удобно вам туда обращайтесь. Переходите по ссылочке и посмотрите, как восстановить растение, как получить на ней детку, заблокировав ту инфекцию, которую съела материнская орхидея. Вот. Ну что? Наверное, на этом я буду заканчивать. Камера прям берет этот цветонос фокусом выделяет. Красота-то какая! Ну давайте так. Как только что-то будет более внятно и понятное от нее дальше происходить, я вам буду эту историю коротенько показывать и рассказывать. Я думаю, вы будете не против. Потому что когда орхидеи имеют такую забавную сказку своего произрастания, то это, конечно же, интересно. Подогревает интересы не только мой. Ну а нам с этой красотой упрямой. Вот упрямая как бараниха. Я не могу, ну надо же, ну нашла третий цветонос я на ней. Ну вот бывает же такое, а. Желаю вам здоровья, благополучия, всего вам самого-самого корня не очень хорошо видны, наилучшего. Всем пока-пока, до новых встреч! Редактор субтитров Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова